Так, всем привет, друзья! Как видите, у нас сегодня две такие крутые посылочки. У нас два телефона. Значит, телефон марки AGM X1 и телефон Redmi 5+. Ну, соответственно, к Xiaomi. Давайте начнём, наверное, с этого телефончика. Я, опять же, не в названии говорю, что это не обзор, это просто так называемый видеохваст. Открываем наш телефончик, видимо, вот такая вот упаковочка красивая. Телефон заявлен AGM X1 и как, я бы сказал, бронированный, водонепроницаемый, пыль-влагозащищённый. Вот так это дело у нас красиво очень выглядит. Золотые винтики по периметру. Золотые. Аж два раза продублированы. Фирменный знак продублирован. Бросается в глаза двойная камера. Две камеры по 13 мегапикселей. Одна, как видите, меньше, вторая больше. Ну, по заявкам производителя, это сделано для того, чтобы на фотографиях размывать задний фон. Передний дизайн выполнен вот в таком вот, тоже позолоченном стиле. Они, кстати, разных расцветок есть. Есть в алюминии, в золоте, не помню ещё. Ну, короче, есть. Заходите по ссылочке, смотрите. Разные расцветочки. Эти вот точечки. Я сразу думал тоже, когда выбирал телефон. Телефон, кстати, товар ещё куплен. Когда выбирали телефон, думали, что здесь динамики расположены. Но это просто такой дизайнерский ход. На данной панельке у нас установлены две качельки громкости. Здесь кнопочка включения и выключения телефона. Стоит заглушка SIM-карт резиновая. По заявлению этот телефон у нас IP68. И снизу стоит тоже заглушечка резиновая. Это у нас наушники и зарядочка там. Давайте вскроем, посмотрим. Вот так это всё дело выглядит. По ощущениям тактильного, закрывается очень ещё туго и плотно. Смотрел много обзоров на этот телефон. Обзоры делать сразу говорю не буду, так как они уже давно вообще раскрыты. Рассасаны, так сказать. Смысла нет. Вот, много споров идёт о том, что он по заявлениям производителя соответствует своим характеристикам пылевлагозащищённый. Многие люди его очень хвалят. Всё у них отлично. И вода не проходит. И примерно 50 на 50, 50% этих телефонов попадает в вода и телефоны умирают. Хотя смотрел последний обзор. Там мужик какой-то полез прямо в море. Думал, что это камера в аквабоксе начал снимать. Попала солёная вода, всё внутри съело. И телефончик умер. Вот, ну, такого эксперимента я сегодня проводить не буду, так как, опять же, говорю, телефон не мой. Просто давайте включим его. Посмотрим, какие цвета. Цвета очень насыщенные. Суперамоледовский дисплей Samsung, от фирмы Samsung стоит. Вот, всё очень чётко и красиво. С ним я, конечно, не ходил, не пользовался. Вот, но есть такой один минус. Как по мне, так это вот, смотрите. У нас есть неполный русский перевод. Вот, сенсор сайтинг, систем профиль, фингерпринт и так далее. Schedule is power on and off. Вот, есть части менюшки, не русифицированы. А в основном телефончик летающий. Всё прекрасно работает. Всё красиво. Ещё раз покажу вообще его. Вот, ещё вопрос у нас, кстати, стоит. Ничего особо так не предусмотрено по шуфлядке под сим-карту. Их не знаю чем и как надо оттуда выколупывать. Вот, как в то время, как в других телефонах. Всё это сделано культурно, и олочкой. Слот достаётся. Вот, ну, наверное, этим телефоном похвастался. Будем хвастаться своим телефоном, который я уже приобрёл. Ага, да. В комплекте у нас идёт вот такая вот книжечка. В обзорах она на всю коробку. Здесь она лежит вот такая, укороченная. Не знаю почему. Есть защитная плёночка. Это плёнка, не стекло. Что тоже не может не радовать. Есть интересные наушнички. Но я уже распаковывать не буду. Опять же, телефон не мой. Отдам человеку, как есть. Наушники. Это гарнитура. Наушнички такие, не знаю, вам видно, не видно. В такой вот матерчатой оплётке. Тоненькие. И классненькие. Блок питания стандартный у нас на 5 вольт. Так. 5 вольт 2 ампера. 9 вольт 2 ампера. Идёт ускоренная зарядка, я так понимаю. Быстрая зарядка. Зарядка такая массивная, увечистая. Ну и сам кабель питания. Тоже стоит вопрос в том, что по множеству обзоров везде кабелёк питания идёт оранжевого цвета. Здесь же нам пришёл чёрный. Не знаю, с чем это связано и как, но как-то так. Вот. На этом и закончим показ данного агрегата. Агрегат такой классный. Лежит в руке чётко. Видел я Black VF, так называемый. Ну, он вообще такой массивный. Толстый, массивный. Мне, честно говоря, этот аппаратик нравится больше. Чем Black VF. Так, ну что, с этим мы аппаратиком, наверное, закончим. И приобрёл себе Xiaomi Redmi 5 Plus. Вот так вот у нас всё упаковано. Всё в это. Выглядит тоже. Обзор я делать не буду. Просто такой видеохвастик. Так как они уже все давно. Очень множество есть обзоров. В комплекте у нас есть мягкий силиконовый чехольчик. Такой вообще приятный. Приятный-приятный в руке. Хотя я покупал. И покупал, делал заказ без чехла. Вот. По-моему, как-то так. Но продавец положил чехольчик. Защитная тоже плёночка есть. Друзья, было в комплекте ещё защитное стекло. Но, получив телефон, защитное стекло я тогда достал. Положил на кресло. Пока отошёл 2 метра, моя собачка Альмира уселась задницей на это стекло. И оно взорвалось. Ну, в принципе, я и не жалею, так как стекло там было, в принципе, никакое. У меня есть хорошие стёкла, которые я выложу обзорчик потом, после телефона. Вот наш телефончик так выглядит. Вот здесь дисплей вообще действительно суперский. Кстати, как вы ещё знаете, в Беларуси такие телефоны я купить не мог. Так как у нас ограничение 22 евро в месяц. Вот. Данные телефоны приобрёл мне мой друг по Ютубу, Алексей Травников. Внизу будет ссылочка на его канал. Заходите, смотрите. Вот такой вот телефончик. Красавец. Мне очень он понравился. Дальше, что у нас в комплекте есть. Какая-то там бумаженция. Даже инструкции назвать нельзя. Есть раскладка SIM-карт. В телефон входит либо две нано-карты, либо одна нано-карта и одна microSD-карта. Но памяти в нём достаточно. Ход тополя сади, поэтому в микрокарту я впихивать и не буду. И наша зарядочка. 5 вольт, 2 ампера. 100-240 вольт, 50-60 герц, 0.35 ампера. Вот такая вот зарядочка. И, соответственно, самый простой USB-micro-USB. Почему не пихнули Type-C, непонятно. Кабель зарядки. Всё, что есть у нас в данном аппарате. Итак, телефон. Опять же повторю, что обзор делать не буду. Всё это давно раскушено. Хочу показать просто две... Вернее, даже можно сложить это в одну интересную функцию. Вот видите, как работает у нас отпечаток пальца. Всё очень быстро и чётко срабатывает. Вот так. Давайте войдём в настройки наши. Очень многие люди сталкивались в обзорах с такой проблемой, как на экранные кнопки. Вот давайте я сейчас включу, покажу, что у нас получается. Вот видите. Которые занимают часть экрана. Вот эти кнопочки наши, назад и так далее. Людям это очень не нравится. И некоторые делают огромный минус на эти кнопки. Поначалу я тоже делал большой минус. Потому что я привык к кнопкам на корпусе телефона сенсорным. Но, немножко полазив в интернете, почему-то очень мало этого есть. Очень мало обзоров этой функции. Так вот, чтобы убрать эти кнопочки, мы можем нажать настройки. Здесь есть такой режим безграничный экран. Вот он. Нажимаем безграничный экран. И можем вместо наших кнопок сделать полноэкранные жесты. Нажать. Здесь предлагается нам изучить эти жесты. Но я их уже изучил. Поэтому я просто выйду из этого. И вот смотрите, что у нас получается. Хотим мы... Так, давайте я все-таки включу настройки. Хотим мы выйти назад. Кнопка назад у нас заменяет жест. Так, стоп. Не замен... Вот такой вот жест. Видите? Причем этот жест можно делать как слева направо, так и справа налево. Если вы хотите войти в меню, у нас есть такой вот жест. И мы выскакиваем на основное меню на рабочий стол. Если вы хотите посмотреть, какие открытые приложения у вас есть, у нас есть такое меню. И задерживаем палец, отпускаем. И гордаем, соответственно, наше менюшку. То есть, очень полезное приложение. Вернее, не приложение, а функция, которой я сейчас и пользуюсь. Я к ней уже привык. И все отлично. Но некоторые скажут тоже, что вот его неудобно. Пока привыкнешь. Все-таки функциональные клавиши должны быть. Так вот, для таких людей, молодец, Xiaomi, продумали еще одну фишку. Нажимаем расширенные настройки. Здесь у нас есть такая настроечка, называется сенсорный помощник. Нажимаем ее. Включить сенсорный помощник. Включаем. Здесь по своему желанию понастраивайте свои любые функции. Итак, если вы заметили, не знаю, заметили, не заметили. Вот в этом вот районе есть такой вот ногтик появился у нас. Если мы этот ногтик немножко придержим. У нас выскакивает панелька с теми же функциями, функциональными клавишами. То бишь назад, меню, перейти в меню. Вот. И еще есть кнопочка, быстрый скриншот экрана. То есть ножнички. Делаем шлоп. И у нас скриншот экрана, пожалуйста, есть. Он мне не нужен, я его удалю. Вот такие вот полезные функции. Больше по телефончику я вам рассказывать ничего не буду. Опять же, это все дело у нас полностью все. Много есть обзоров. На этом, наверное, мы с вами и попрощаемся. Всем спасибо, кто смотрел данный обзор. Кому понравилось, ставим пальцы кверху. Подписываемся на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok